Библейский портал экзегет.ру представляет Образов, которые здесь приводятся, 15-я прямо выделяется своей поэтичностью. Наверное, я прочитаю целиком, она маленькая, а потом чуть-чуть ее обсудим. «Было мне слово Господне. Сын человеческий, чем древесина виноградной лозы лучше древесины лесных деревьев? Выйдет ли из нее какое-либо изделие? Можно ли из нее сделать хотя бы колышек, чтобы вбить его в стену и вешать на него посуду? К тому же ее бросили в огонь. Обгорели концы, обуглилась середина. Выйдет ли из нее какое-то изделие? Но и когда была она целой, ни на что не годилась, а уж тем более теперь, когда огонь ее опалил и обуглил, выйдет ли из нее какое изделие? И вот что говорит Владыка Господь. «Как из всех лесных деревьев я назначил виноградную лозу быть топливом для костра, так поступлю и с жителями Иерусалима. Я сам займусь ими. Бежали они от огня, но пожрет их пламя, и будете знать, что я Господь, когда сам я ими займусь, а страну эту обращу в пустыню за их вероломство». Пророчество Владыки Господа. Ну вот, виноградная лоза в нашей местности обычно не растет, разве что декоративные небольшие такие лозочки. Но на Древнем Ближнем Востоке и на сегодняшнем тоже это одно из главных растений, конечно, виноград. И виноградная лоза – это один из образов Израиля, причем встречается очень часто. Еще когда израильтяне не вошли в обетованную землю, и первые разведчики только хотели ее осмотреть, то они принесли огромную гроздь винограда. Они хотели показать, вот один человек не мог ее нести, хотели показать, какая это благодатная земля, какой прекрасный в ней виноград, как много его там. И с тех пор виноградная лоза – это обычный образ израильтян, народа. У Исаии это встречается, виноградник – это, собственно, страна Израиля, его государство. И виноградные лозы – это те люди, которые в ней живут. Переходят в Новый Завет, притч о злых виноградарях – это, конечно, притча в Израиле. Или когда Господь говорит «Я лоза, а вы ветви». То есть как лоза производит много ветвей, единая лоза, но на ней множество побегов, много кистей виноградных растет. Так и в Новом Завете Христос порождает многочисленные христианские общины и так далее. Но виноградная лоза – никакая древесина. Из нее нельзя ничего изготовить. Поэтому если она не приносит винограда хорошего, она годится только на дно, на растопку. Ну, тоненькая она и непрочная, хрупкая. Поэтому из виноградной лозы ничего не сделаешь, в отличие от дуба, например, или хотя бы сосны. Хорошая древесина, из которой много чего может выйти. И вот здесь описана ровно такая история. То, что израильтяне себя считают виноградной лозой, это уже понятно. Это как герб, на котором что-то нарисовано. Так, виноградная лоза – герб древнего Израиля. И он говорит, а чем она лучше? Из нее ничего не сделаешь. Она слишком хрупкая, слишком тонкая. На растопку – да, особенно если она уже обгорела. И вот это образ, который израильтяне должны примерить к себе. Да, мы виноградная лоза. Да, но что из нас можно сделать, особенно если мы уже обгорели? Вот вавилонское нашествие, напомню, что у нас начало VI века до н.э. Еще Иерусалим не разрушен, он стоит, но все равно скоро это с ним произойдет. Но уже вот эти волны вавилонин накатываются, уже часть народа уведена в плен, в том числе сам Иезекииль. Вот эта лоза уже обгорела, она уже не укоренилась в своей земле. Вот что с ней сделать? Это топливо, растопка для костра, отличная растопка, сухая виноградная лоза, быстро загорается. И вот жители Иерусалима – растопка для костра. Очень печальный образ. Пожрет их пламя, будет означать, что я Господь, когда сам я ими займусь. Вот эта постоянная угроза, сам лично займусь, что все то, что происходит с Израилем, это и есть личное действие Бога. И в следующей, 16 главе, мы прочитаем очень пронзительную историю, отвергнутой любви, историю любви Божьей, которую отверг Израиль. Может быть, вот потому отделили 15 главу, что 16 просто острая, яркая, глубокая. И вот эта красивая маленькая зарисовка, 15 глава, стоит перед ней, чтобы как бы ввести нас в эту тему.